В зоне внимания природоохранные органы исполнительной власти региона под ведомственные им учреждения и организации. Согласно 8 статье закона о противодействии коррупции, государственные и муниципальные служащие обязаны предоставлять справки о доходах и имуществе на себя супругов и несовершеннолетних детей. Надзорный орган осуществляет контроль за достоверностью и полнотой предоставляемой информации. Нарушения фиксируются ежегодно. Либо государственными служащими не сообщается информация об имеющихся транспортных средствах, об объектах недвижимого имущества, о земельных участках, о квартирах, о домах. Либо также выявляются факты, когда сведения о площади земельных участков занижаются. Также не предоставляются сведения о наличии счетов в банках, либо о имеющихся на данных счетах денежных средствах. Федеральным законом о противодействии коррупции возлагаются определенные ограничения на государственных и муниципальных служащих при трудоустройстве. Если сотрудник уволился из органов госвласти и устраивается на другую работу, работодатель обязан в течение 10 дней с момента заключения договора сообщить об этом в конфликтную комиссию. За непредставление такой информации и за трудоустройство гражданских и муниципальных служащих предусмотрено в отношении уже коммерческой организации, то есть к той организации, куда принимают бывших служащих, уже предусмотрена административная ответственность. Причем размер штрафных санкций достаточно внушительный. На должностных лиц до 50 тысяч рублей штраф может достигать, на юридических лиц до 500 тысяч рублей. Несмотря на строгность наказания, такие нарушения все равно допускаются. Привлекаются к ответственности и должностные, и юридические лица. Также природоохранная прокуратура проверяет непосредственно деятельность предприятий. В соответствии с законом во всех организациях должна быть налажена работа по профилактике коррупции. В обязательном порядке должно быть назначено лицо или подразделение, ответственное за эту работу, и принят кодекс этики работников. Прокуратурой в этом году внесено 30 представлений в адрес коммерческих структур, чтобы они устранили выявленные нарушения. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».